Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг. Изначально я планировал сделать ролик по Дову, но поскольку белки-летяги планируют лучше, чем я, ловите, что кидают. Создавать уникальные приколы по Вахо-играм несложно, надо всего лишь избегать несколько популярных среди Вахо-комьюнити ошибок. Во-первых, контент не должен быть про Dawn of War. Поздравляю, теперь вы знаете, как создавать уникальный контент по Вахо-играм. Тяночки текут, а мальчики черпают. Правда, мне один хрен рано или поздно придется сделать ролики по Довчику, ибо легче переспорить дайсы, чем колесо науки. Тем не менее, по моему скромному мнению, ролики по Дову будут иметь гораздо больше ценности для вас, если вы преисполнитесь базой. Многие ошибочно полагают, что годных игр про Ваху мало. Steam засран дешевыми поделками, среднебюджетные игры тоже кал, третий Total War все еще в фантомном раннем доступе, а основная их аудитория — это малолетние европейские националисты, мечтающие о внешности трапика и пассивной роли в отношениях. Это тупорелое говно! Увы, но частично это правда. Современные горе по Вахе — это в большинстве случаев кошмар, где геймплей на уровне Гульмана, а сюжет на уровне мультиков из Warhammer+. Но не печальтесь сладкими слезами, ведь, как обычно, с небес сваливаюсь я, дабы заявить. Годные игры уже давно вышли, но они вышли давно настолько, что у многих пореджей от взгляда на их дряблый графончик глаза вытекут, и они скуля убегут своей норы доедать говно Сквига из аналов библиотек Стима. Моё мнение таково, что каждый уважающий себя любитель комплюхтерных и горе по Вахе должен знать, как мы пришли к тому, что имеем сейчас, каким была Ваха тогда и с чего вообще всё начиналось. Поэтому мне всё-таки придётся вам время от времени вываливать на стол свежевыкопанные туши и тушки давно забытых подделок по тёмно-фантазийному выкидушу, который уже столько лет тепло и нежно любим с жуткими маргиналами с сомнительными политическими взглядами. Но сначала... Тут раньше была реклама, за которую большие дяди закидывали мне бабосы, дабы я вас убеждал, что их продукт вам очень нужен, но теперь вместо этого тут реклама моего Бусти. НО-НО-НО-НО-НО-НО! Только на моём Бусти вы можете увидеть разнообразные инсайды о жизни канала, окунись за кулисья создания роликов и познай ужасы создания контента. Кх-кх-кх. Только на Бусти канала ББ ты сможешь лично написать мне и предложить свою идею для будущих роликов. Конечно, не факт, что я прочитаю твоё сообщение, но моя личка один хрен закрыта, так что была не была. Мы на канале ББ прекрасно понимаем, что наша аудитория максимально разнообразна, поэтому мы оформили для вас самые разные уровни подписок, начиная от бедных работяг, у кого я последний кусок хлеба изо рта забираю, и заканчивая пузатыми меценатами, которые уже давно забыли ценность денег. В зависимости от уровня подписки ты сможешь получить доступ к закрытым постам, к раннему доступу к роликам, доступу к роликам без цензуры, к дополнительным материалам в виде сценариев к видосам, необрезным звуковым дорожкам и многому другому. Плюс ты гарантированно попадёшь в финальные благодарственные титры роликов. В жизни это тебе мало что даст, но приятные ощущения, думаю, словишь. БУУСТИ К КАНАЛ АББЭЙ Подписывайся прямо сейчас Для начала, думаю, стоит разобраться в вопросе, которое беспокоит многих неосведомлённых, то бишь людей, которые срать хотели с высокой колокольни. Что за хуята этот ваш Вархаммер? Древние-древние времена. Родина быдлонов Тони Лайферов, Британия. Три чепках решают зарабатывать на жизнь и доме слов создания настольных игр из говна и палок. Им удается наладить производство, обустроить помещение и заиметь какие-никакие продажи. Вдруг. Совершенно внезапно на них выходят создатели D&D и Спиндосии. Эти воодушевленные ролевыми играми решают пересесть с Нарт, шахмат и варгеймов из хлебного мякиша на фигуру кумага первого уровня, чтобы отправить его в Dungeon Crawl. Начиная с этого момента дела пошли очень даже в Гуру ГВ. Начали открывать магазины, приобретать лицензии на издание сторонних настолок и даже дали свет собственному журналу. Белый Карлик, который, к слову, издается и по сей день. Так шло ровно до тех пор, пока ГВ не выпустили свою собственную настольную игру под названием Warhammer Fantasy Battles. Ребята попытались создать собственную D&D, которая совмещала в себе и ролевую составляющую, и варгейм. К слову, со временем ГВ сказали Я ебал ролевика, и ролевую составляющую в играх очень сильно подтерли, оставив в основном дрочь, наминьки и броски дайсами. Сама же вселенная эта настолки была похожа на восхитительный плод полового секса, но только если бы в ведро из Хоумстака швырнули бы трилогию «Властелина колец», а американские фантасты во главе с котом Говерна Лавкрафта нажмякали бы туда провансаля и своих капитошек. Так появился Warhammer Fantasy. Спустя несколько лет в это же ведро надрюкал Фрэнк Герберт, и так появился Warhammer 40 тысяч. Но о нем поговорим как-нибудь пись-нибудь. Warhammer Fantasy представляет из себя очень постмодернистское фэнтези про кровь и говно с эльфами, людьми и орками, дворфами, силами хаоса и прочими интересными личностями, которые творят в этом мире жесть чисто юмора ради. Ваха это вообще, можно сказать, пародия на фэнтези в целом, а потому в источниках вдохновения равны все. Но вот того же Майкла Мур, как они многие считают, равнее, ибо от него пошла идея всяких сил зла в виде богов хаоса. Хотя, честно говоря, вахи злы по сути все и никто, ибо именно вахи есть так называемая серая мораль. Королевство людей борется с витрильными мельницами. Высшие эльфы поклоняются нацистским идеологиям, темные эльфы поклоняются темным нацистским идеологиям, а лесные эльфы поклоняются нацистским идеологиям в лесах, ибо слишком тупые, чтобы себе построить города. Дворфы катаются на стульях, силы хаоса заставляют людей сомневаться в своих ориентациях. Скавины отрицают, что их списывали с китайцев, зверолюды безбожные говномазы, а силами света на самом деле являются орки. Остальные же 150 видов фракций и народов заняты безумно важным делом, а именно стараются заходить потребителям, чтобы ГВ их не вырезали. В общем, на столочка народу зашла, и как любой популярный продукт, ваха начала изрыгивать спин-оффы самой разной годности. Blood Bowl, Man of War, Mordheim, Warhammer Quest и другие. Однако был очень интересный у настольной вахи спин-офф, в отношении которого госпожа Ирония совершила настолько странный мув, что его даже я не могу понять. Hero Quest. Deep inside another dimension, face battling barbarians and evil magic on a quest for adventure in a maze of monsters. This is Hero Quest, the fantasy adventure game where winning means mastering the arts of combat. I'll use my broadsword! And magic? Fire of wrath! Discover traps and enemies. Uncover secret doors. Once you get into it, you'll never be the same. Hero Quest. Hero Quest. Не буду слишком расходиться в словах и скажу сразу. Это такой лайтовый симулятор колупания подземелий на карачках, то бишь данжен-кроулер, сделанный для норминсов и зумеров. Это буквально настолочка с минимумом ролеплея, как какой-нибудь мальчикин, например. Суть игры такова. Вы с компашкой друзей по определенному сценарию лезете в подземелье и шароёбитесь там. Убиваете орков, нечисть всякую, лутаетесь и просто проводите время с удовольствием. В это же время другой игрок примеряет на себя роль злого колдуна, который по факту является злым геймсосастером, чья задача вам знатно подсирать. Я, конечно, сказал, что, мол, это казуальная настолка для Пориджи, но вот от этого она менее интересно не является. Мало того, настолка смогла обрасти кучей дополнений, потом перерасти в улучшенный Хироквест и, наконец-то, Вархаммер Квест, о котором, в отличие от Хироквест и мытья промежности, поклонники Вахи все-таки слышали. Мало того, в 2001 году первоначальный Хироквест даже был перевыпущен на Кикстартере, правда, там отказались от многих терминов, дабы не было споров с ГВ, а потому, кроме как на Амазоне и Эбэй, особо не купишь. Но это уже не важно, а важно то, что именно эта настолка была выбрана, дабы стать примером для самой первой видеоигры по вселенной Вархаммер. Замечательная студия Гремлин Студиос за свое время создала много игр. Очень знатным примером в портфолио является игра Гаунтли для автоматов, чья суть также заключается в колупании всякого под землей. По факту, не только они занимались этой игрой, а несколько студий, но думаю, этого хватило, чтобы оказаться разработчиком игры по мотивам настолки Хироквест. Да и если забежать немного вперед, я скажу, что студия и в самом деле принесла в этот грешный безумный мир достаточное количество годноты, а потому я уверен, что они еще не раз станут героями наших роликов. Плюсом, они закрылись очень глупо и по вине тех, кто выпустил Тень Кометы. Вау, твои ролики между другом переплетаются как локации в играх Миязаки. И хоть мы с вами такие истории обожаем, обо всем этом потом. Хироквест. Игра вышла в 900... Птиц. Игра вышла в 91 году на Досе, Комодор 64, The X Spectrum и других системах. Конечно, в наши времена разработчикам намного легче делать игры, чем тогда. Снизил настроечки, FPS-ики, вырезал пару уровней, продал за отдельные деньги, пообещал починить игру, не починил и вуаля, современная видеоигра готова. А вот в ранние засранние времена все было иначе. Вот Хироквест на Досе. Вот на Досе. Вот на Комодоре. Вот на Спектруме. На Амстраде. А вот на компьютере Амиго. Именно эту версию мы сегодня разбирать и будем, так как она наиболее красивешная, музыкальная, да и просто мощная, как бицуха бретонского крестьянина. К сожалению, сейчас эту игру в цифре нигде не купишь, даже в ГОК. Однако, она спокойно с уже вшитым эмулятором скачивается с сайта с халявными олдовыми играми. Ссылочку я кину в описании, если что. Ну что ж, не будем тянуть Кашкодевочку за член. Дамы и господа, я запускаю игру. Проявите уважение и снимите шляпу. Перед вами прадедушка этих ваших тоталборов. Даже сейчас сочетание картинки и музыки доставляют приятные ощущения. Для 91-го года качество очень даже норм. Менюшка жуткая, а музыка готовит канализационные приключениям категории ГЭП. Начинается предисловие. А предисловие такое. Некий наставник Колдунский долгое время обучал нескольких нищих булдык мастерству героического бытия. Зачем? Ну, на самом деле, потому что он, как и любой начальник, был у него короче ученик Моркар, который обучался у него всяким мудростям и приколам, а еще втайне от него познавал лютые знания, втайне в секретной читальне. И короче, когда этого ученика спалили, тот смотался в пустоши хаоса и теперь грозит всей империи своим мерзким мерзким обдроченным хаоситским кулачком. Именно поэтому ныне в наших героях им перенуждается как жопу в туалетной бумаге. Предисловие игровое, конечно, любопытное, но, как обычно бывает со старыми играми, самое интересное находится вне игры, а точнее в мануалах, которые идут в комплекте с дисками. На самом деле, давным-давно, супротив этого Маркара и его армии, вышло добро с кулаками и в берцах. Была чудовищная битва. На стороне относительно добрых сил света сражались полуумный варвар Рогар, дворф Дурген, эльф Ладрил и маг Телор. Короче, битва была лютая, добро победил. Но силы подохли не до конца, а значит, битва будет снова. Но старые герои уже давно по сроку годности вышли с балкона, так что группу олдов должны заменить наши герои. Конечно, по добру по здоровому наши герои должны были деду-наставнику рыло начистить, но они на стороне типа добра, а потому терпят. И вот мы в меню. Где видим святую троицу иконок. Их мало, но нам, аскетам, много и не надо. Эта иконка перенесет непосредственно к приключениям, но для них пока что рановато. В первую очередь надо определиться с героями, которые будут сталкерить по катакомбам. Всего на выбор четыре героя. Барвар класса имбецил с мечом, гном класса воин-птушник с гаечным ключом для разоружения ловушек, эльф класса бисексуальный полувоин-полумаг и маг класса маг. Можете отправить данж их всех или же двух, или же трех, или же одного. Вообще, эта игра, по сути, видеоигровая на столк, и количество выбранных персонажей должно зависеть от количества рядом сидящих с вами опездулов, но если вы фарабарлон с натертой на коносубу шишкой, то поиграть за всех тоже имеете право. При желании всех челиков вы можете нарядить в магазине все для отдыха, туризма и подземного анонизма, но сделать вы это сможете минимум после первого захода, так как шмот стоит денег. Перед самим приключением необходимо выбрать, какой магической школы будет придерживаться маг, а какой эльф. Выбирать стоит грамотно, ибо одновременно две одинаковые школы взять нельзя. А у мага всегда набор заклинаний богаче, чем у дефективного эльфа. Теперь же необходимо взять нужный квест. Все квесты имеют последовательную логику, пронизаны сюжетной ниточкой, и если идти не по порядку, то ниточка запутается, а ты получишь по ебалу. При желании можете выбирать любой и переигрывать сколько вздумается, но лучше это делать сугубо после полного ознакомления с игрой или же настолкой, так как квесты и там идут практически идентичны, как рожи жителей Катая. Первым квестом является тренировка, устроенная шуе-учителем наших героев, а именно выбраться из темных подземелья, используя все полученные за годы обучения знания. Это будет ваше последнее испытание перед тем, как отправитесь в путь. Первый, кто выберется из подземелья, получит сто монет, остальные же пососут мой пукиш. И вот, в моей привычной манере фуфломета, только на шестой странице текста я вам наконец-то показываю полноценную игру. Тщательно посмотрите на этот кадр и вслушайтесь в эту замечательную музыку. Прекрасный визуал, который дает нам четко понять, что это буквально цифровая настольная игра, огромный фолиант, на котором расположилась игра, карты, свитки, свечи, темное нечто и злобное лицо колдуна Муркара. Он наблюдает за игрой и старается делать все нам на зло, ибо он олицетворяет злого геймастера, чья задача не дать нашим героям достичь своей цели. Ну и короче, морду этого ублюдка мы будем лицезреть постоянно. Игра абсолютно пошаговая и наши герои ходят по очереди. Первым всегда ходит туповатый варвар, который по дефолту является сигмаром. Да, сигмаром. Моя любить, определяет насколько ты хорош и на хуй лучше не похож. Какая цифра выпадает, столько герой сможет клеток от топ топа. Допустим, сейчас нашему сигмару выпала двойка. Два шага он делает и... в принципе все, но не все. Помимо ходьбы наш герой может совершить еще одно действие, а именно атаковать, поискать лут или же пошарить глазами в поисках секретных дверей или же ловушек. Все действия лучше всего делать в начале хода или в конце, когда всячески потрачены, ибо если вы допустим из шести допустимых шагов прошли только три, а потом решили пошарить глазами в поисках баблишка, то ваш герой скажет якобы пропас и сольет оставшиеся очки в бездонную промежность принца Сигвальда. Сейчас наш сигмар отродил свое, решил поискать коридор на наличие сокровищ и вуаля, он нашел зелье устойчивости. Ну, тупо лакирок и красавчик по жизни. А вот пример того, как делать нежелательно. Гном Грунги, чье имя является референсом на дворфийского бога Грунгни, заимел аж девять очков действия. Однако, пройдя три шага, он решил поискать сокровища и тем самым на вафел шмерцечек просрал остальные очки. Плюс вместо сокровища он наткнулся на орка, который мгновенно в пездоч саблей рубанул. Дворф, конечно же, выжил, ибо у него жизни аж семь единиц, но осадочек в ложечке остался. Следующим ходом идет темный эльф Ладрил, который, судя по всему, является садомитом, так как его имя является референсом на имя богини Ладриэль. Ход за него прошел вообще гениально. Он прошел пару шагов, зашел в спеллбук, решил ничего не колдовать и выссал остальные очки, как алкаш последней клетки мозга. Адекватно сходил Маг Залтар, чье имя является референсом на гифку Залтаном. К слову, в других версиях игры его реально зовут Залтаном. Сходил он максимально эталонно, походил, нашел золото и закончил свой ход. Настоящий разумистый, гордость чародейского техникума. А теперь все то же самое, но по новой. Так, по сути, большая часть игры и проходит. Карта изучается, сокровища находятся, а враги роняют кал от ужаса. Но насчет убивается мы с вами отдельно поговорим, так как драки тут это смергомерический. Каждая битва это всегда бросок кубиков, который определяет, сколько у атакующего будет очков атаки, а у защищающегося очков защиты. Если очков атаки больше, то урон наносится, а если очков защиты больше, то атаки остаются отбитыми. Но тут проблема в кое-каком маразме. У наших героев есть жизни, а вот у врагов жизнь. Одна жизнь, а потому они, по сути, ваншотаются и умираются, но умираются по-особенному. Вот как смерть звучит и выглядит на других системах. А вот как она звучит и выглядит на версии для Амиго. на самом деле первый квест, как туториал из Элай. Я попервой тут провел тупо кукуева-зулупуева времени, ибо я не знал, что дабы найти выход, надо найти в одной из этих многочисленных комнат секретную дверь. Классно разрабы устроили прокрут новичков на кожаной соковыжималке. Герои находят выход и ливают. Увы, но награду получает только дворов, как и обговаривал в начале квеста. На других системах можно награду разделять между другими игроками, но тут... сосите пилос. Конечно, можно находить сокровища в течении всего шароюбства в донжоне, но, увы, даже этого маловато будет. В любом случае, любой квест тут завершается лишь когда все герои покидают подземелье через лестничку. Первый квест завершен, и по-хорошему было закупиться снарягой, но хер там утонул. Очень часто походы в данж являются натуральным сизиевским трудом, так как герои почти ничего не зарабатывают и вместо поиска сокровищ тупо вынуждены выживать. Покупать зелье? Нет, их можно только заиметь через поиск сокровищ. Мало жизней, ищи лечилку, но будь осторожен, ибо вместо зелья ты можешь случайно найти врага, который тебе сломает челюсть, или же ловушку, которая оторвет мошонку. Или же пользуйся одноразовыми заклинаниями лечения мага или эльфа полупокера. Плюсом ко всему за убийство чудовищ герои вообще ничего не получают. Термина опыта тут нет. Вся прокачка заключается в покупке снаряги, на которую вечно нет денег. Быть героем в хероквесте дело настолько неблагодарное, что между квестами у наших героев даже не восстанавливаются жизни. Да-да. В начале каждого квеста приходится первый же ход использовать заклинание лечения, дабы восстановить героям здоровье, ибо на ход второй и третий они могут убиться макушкой об ловушку. А если же кто умрет, то весь его прогресс, а именно золото и снаряга, превращаются в пар со вкусом персика, и герою по сути приходится начинать сначала. По справедливости игре гораздо больше подходит на именование Бомжеквест. Цель второго квеста также подразумевает поход в катакомбы, но в этот раз на поиске некого сэра Рагнара. Сэр Рагнар, один из сильнейших рыцарей императора, был похищен. Его держит в заложниках Улад, орквый начальник. Сэр Рагнар, один из сильнейших рыцарей императора, был похищен. Его держит в заложниках Улад, орквый начальник. Награду в 200 монет получит тот герой, который освободит его. Остальные же вкусят ароматы моего старческого какиша. Героям в Буржи-квесте дело максимально неблагодарное. Такое ощущение, что герои больше работают не за деньги, а за идею. Но зато хоть в этот раз все начинают в одной комнате, а не разбросанные по карте, как бычки по подъезду. К слову, выход прямо в начале данжа, можете передумать и сказав, ну нахер свалить через лестницу. Кстати, на этом уровне появился новый вид врага. Гоблины. Хотя по мне так эти гоблины больше похожи на опухших от Альгуля гидроцефалов. Но при этом я мало могу сказать, чем по статам они отличаются от тех же орков. Так же орут при смерти от руки наших героев. И насчет руки я не преувеличиваю. Пусть вас не обманывает оружие в руках героев. По факту они на данный момент без оружия и брони, а потом и сражаются голыми руками. Единственным тут вооруженным героем является маг Залтар, ведь после первого квеста только ему хватило денег на обновочку. Это его первая и последняя покупка, так как остальной шмот не подходит его классу. Можно сказать, что он достиг хай-левела и получил так называемый эндгеймовый шмот. О боже, о нет. В этих путземельях мы встречаем еще одно страшное чудовище. Фимир. По его виду, конечно, точно не скажешь, что это за срань. Циклоп? Огр? Шрек? Черепашка-ниндзя? Нет, это одноглазый ещералют. Между ним и темным эльфом произошел так называемый случай бесконтактного боя. Бросок костей каждого из них одарил нулем на оборону и атаку, а потому они просто волчи друг на друга поглядели. Эльф всячески пытался взглядом напугать врага, а Фимир всеми силами пытался понять, означает ли этот взгляд агрессию или же сексуальные намеки. Ну ладно, не будем долго долюкать этот квест. Вот он потерян рыцарь, который успел на себе испытать так называемые ужасы бытия в плену у сил тьмы. Уверен, что гоблины лично занимались его пытками. Эльф находит его первым, а потому весь гешефт ему. Остальным же героям предстоит довольствоваться хламом, который каждый нашкрябал во время ходки. Ну главное, хоть рыцарь жив. Спасибо, братцы, но я уже давно Dead Inside. Они пытали меня фон к версии песни «Бегает по пустоши весело сквигосик». Третий квест начинается радостно, ибо эльф в кои-то веки смог себе позволить короткий меч. Ей! А само же задание подразумевает поиск и убийство урочевого иначальника Улага, который до этого захватил бедного рыцаря Рагнара. Принц Магнус указал, урковый начальник Улаг, который надоумился похитить сир Рагнара, должен быть найден и убит. Тот, кто убьет его первым, получит целых 100 золотых монет, а остальные же могут насладиться запахом моего междубулочного трюфеля. Насчет этого квеста долго распинаться смысла нет. Лабиринт, катакомбы, враги. Но в этот раз в конце нас ожидает опасный и достаточно лютый военачальник Улаг, вооруженный огненным хлыстом. Он один из тех типов противников, которых с первого раза не убьешь, ведь очень часто броски костей выпадают в их пользу. Но поскольку тут все враги — это гои, которых принудительно обрезали масоны, он спустя пару ходов все равно гибнет, как очередняра, у которого во рту взорвался Айкос. И это на самом деле очень даже обидно, ведь очень скоро осознаешь, что по сравнению с настолкой игра достаточно покоцана. Враги ничего не могут, кроме как атаковать ударом ближнего боя. Все они одинаковые, и кроме как разницы в лютости бросков кубов ничем не отличаются. Они не могут кастовать спеллы, хотя некоторые должны, не имеют сопротивления к разным видам магии, хотя должны, и не всегда по уму поступают. Это, конечно, обидно. Четвертый квест — Рофильный. Сундуки с золотом, которые предназначались императору, были наглым образом украдены орками, которых надоумил на это некоторый воин хаоса Гултор. Его в подземельях нет, но вот орки очень даже есть. Правда, есть одна печаль — сундуков три, а потому... Награду в 200 монет получит каждый, кто сможет вернуть сундук с золотом, а четвертый герой без сундука сможет насладиться наградой, видимо, его безлактозного шептуна. Но на самом деле Рофил заключается в том, что сундуки можно не возвращать, и все найденное золото оставить себе. И героям абсолютно ничего за это не будет, кроме злого сообщения. Ты стал богаче, ну и руку тебе хер кто пожмет, мудак. К слову, единственным, кто не отдал сундук, у меня был эльф, потому что у эльфов нет ничего святого. Я пользуюсь картой Тинькофф Банка. Пятый квест позволяет игре обрасти новыми приколами. В катакомбах необходимо найти лабораторию некого чародея Мелаара, который обладает лютыми силами, а посему не должен попасть в руки врага. За этот квест награду золота не будет, так что газонюхами станете все четверо. Данный квест примечательен тем, что вводит в игру нежить. Достаточно приятный штрих, делающий игру краши. Скелетики, опухшие зомби, мумии. Это уже не катакомбы, а самая настоящая крипта. Только вот этот штрих говном, так как нежить от орков и гоблинов отличается лишь плюсиком к броскам костей. Да и вообще, честно, лялякая языком между нами девочками, игра на самом деле не доделана. Видите, вот этот мозг с циферкой. Это очки ума. Альтернативная полоска жизней, которая тратится от атак магии. И что бы вы подумали? В этой игре нет врагов, которые используют заклинания. Но! В этой игре предусмотрен момент, что герои могут дамажить магией друг друга. Но! От этих атак один фиг тратится обычные физические жизни, так что это просто бесполезная циферка. Даже бесполезнее, чем PS5 в нынешних условиях. Я это говорю вам к тому, что наградой за данный квест является талисман, который повышает обладателю очки ума, которые по сути абсолютно не нужны. Так что да, все четыре героя, включая меня, заглотнули старческий пукиш. Ну я интеллект качать не собираюсь. Поэтому. Шестой квест. Кхм, петуха дал, извиняюсь. Шестой квест. К этому моменту наши герои заимели хоть какую-то снарягу, позволяющую не сдохнуть в очередном бомжеквесте от старого маразматика. Суть квеста заключается в том, что наши герои как лохи попались в плен. Их захватил озлобленный школьник, а точнее выпередыш военачальника Улага. Его сын по имени Гракны не держит нашу четверку в плену и думает, какую бы гадость устроить в отместку за смерть отца. Быть может, негодяев на бутылку посадить, аль может, отбить им причиндалы боксерской битой. Выбор большой. Правда, пока этот фуфел обдумывал разные речи, наши герои смастерили из крысиного стояка ключ, сбежали и убили девича. За шоу! Седьмой квест. Вам необходимо найти Карлина, личного мага-императора. Его похитили и охмурили силами хаоса. За его нахождение каждый получит по сотке золотых. Увы, но в этот раз без пукиша. И действительно без пукиша. Да, занимаемся абсолютно всем тем же, чем и до этого. Сюда нежит ловушки опасности. Правда, неожиданно покои, где находится Карлан, охраняют воины хаоса. Тан-дан-дан-дан. Без хорошей снаряги, их дайсы на броню и атаку сложно пробить. А потому, какой-никакой интерес, так и появляется. Правда, умирают они абсолютно так же, как и остальные. Что до мага, то силы зла вынудили его работать над злыми чарами. А его разум поглотила негодейская магия и превратила в подпивасника. Раз, два, три, четыре, пять. Иду маслонамёки я искать. Всё-таки нижнего интернета. В восьмом квесте внезапно игра отрубает магию огня на уровне. Но очко моё в паербол выпустить смогло, так как школы магии мы выбираем перед выбором уровням. Орки чёрных гор использовали огненную магию в своих набегах. Багур, огненный маг, походу, за это ответственен. Короче, за его убиение вы все получите жалкие 150 монеток. И пофиг, что это уже даже не середина игры. Вы работаете не за бабки, а за идею. Дорогие мои гои, ой, в смысле герои. Хе-хе-хе-хе. Короче, идите убивайте злого мага. Я, кстати, говорил вам, что порой, дабы не сойти с ума, я старался в голове релеплеить. Как же я ненавижу эти сраные подземелья. Какого хрена мы опять прёмся в эти грёбаные однообразные данжи. Потому что нам за это в кои-то веки заплатят. Ха-ха, а меня зовут Эльф, и я сидел за изнасилование. Как же я ненавижу эту работу. На девятом квесте случился момент Астерикс и Обеликс, миссия Клеопатра. Ники Челс завёл наших героев в катакомбы и свалил мерзкой хихикой. Теперь нашим шалопаем надо понять, как и куда свалить. Этот квест на самом деле идеальная возможность, дабы вам пояснить за нынешнюю систему магии. Я решил не рассказывать об этом на начальных квестах и типа размазываю информацию равномерно по видосику. Короче, в этой игре есть магия. Можно кастовать заклинания на урон, на лечение, на пропуск ходов, каменную кожу, дополнительные ходы и т.д. Только у этих спилов есть один минус. Вообще нет никаких анимаций. Нам просто говорят, молодец, убил. Молодец, вылечил. Молодец, соси сахарный конец. Мда. Подземелья герои, кстати, успешно покидают. Десятый квест по праву считается самым лучшим и самым рофильным. В чём суть? Некий шуе-маг Алар нашёл ход в золотую шахту. Используя свои упер-могучие могущества, он сотворил магический замок над этой шахтой. Ну и задача героев, короче, найти сокровища да свалить. Но это будет не так легко, так как все двери тут буквально магически переносят героев по абсолютно разным комнатам, наполненные опасными чудовищами. Круто, да? По иронии судьбы, одного из героев почти сразу переносит в комнату с баблом, которую он может взять. Но при этом он тогда никак не сможет атаковать и защищаться. Так как золото аж 5000 имперских бакс. Самое смешное, что золота тут хватит на все четыре рейла. А это же просто вау. На самом деле, фиктивным методом будет зачистить все комнаты от врагов, а потом брать золото. Но... Ох, короче, наши герои, а точнее я, так и сделали. Убили всех, забрали золото, дошли до выхода, и игра вдруг сказала, что на самом деле золото фальшивое. А за-за-за золото дураков, а за-за-за-за... Я в рот имел эти данжи, этого мага, этот мир и всю эту жизнь. Квест 11 внезапно решает внести неожиданную механику, которую следовало бы включить во все остальные квесты. Вкратце наших героев посылают в некий бастион хаоса, где собралось множество орков, гоблинов и фемиров под предводительством нескольких воинов хаоса. Их всех необходимо убить, и все бы ничего, но за убийство каждого дают награду в виде бабоса. Господи, как же этого не хватало в предыдущих квестах хотя бы иногда. Конечно, возможно, проблема во мне, ибо мой организм и мозги слишком сильно привыкли к выдаче пряников за убийство врагов. В общем, квест был выполнен с величайшим удовольствием. Крепость зачищена полностью, больше в этих катакомбах нечисти нет. Последние три квеста, а конкретно 12, 13 и 14, связаны между собой сюжетной ниткой, даже теснее, чем остальные задания. По колобродству в обгажных калом коридорах. Вернее, вертятся они вокруг лорда-чародея. Заваривается война с восточными орками. Императору необходимо объединить малые королевства, дабы дать отпор. Дабы это сделать, вам необходимо найти древнюю звезду запада, которую носили короли из легенд, и Ругар лично, когда сражался с Моргером в прошлом. Тот, кто найдет, получит 200 монет, а остальные заценят мой личный биологически чистый аромат от Джозефа Пижоля. Драгоценность эта находится в Баракторе, где ныне покоится лорд-чародей. Лорд-чародей это какой-то затклый кусок говехи, в чьей громнице лежит мощный артефакт древняя звезда запада. Нашим четверым чупендиксам необходимо эту звезду достать и свалить. Вот вроде бы и все. Да? Топарда. По идее, это должен быть очень опасный, а самое главное, сложный квест, так как лорд-чародей опаснейший куколдун. Ииии, и тут, и, я даже подчеркиваю, не убиваем. Единственное, что может сделать из лорда-чародея, лорда-инвалида, особый духовный клинок, которого у героев нет. Но, как бы вам это сказать, чародей, чародейские спылы не колдует, и за перделы своей сочевальни не выходят. Но на шаболтусы, тем не менее, ломают удерживающее заклинание, которое удерживал это лорда в этих катакомбах, выкорчевывают из аналоза, подряд рагоценный артефакт и валят. Ха, будто ребенка обокрали. Тринадцатый квест прост. Наши утырки разбудили лорда-чародея, который внезапно очень опасен для будущего сражения между императором и его врагами, а потому надо найти этот треклятый душевный клинок, откованный гномами гор, край света и остуженный в особых эльфийских водопадах. По логическому и эстетическому канону меч должен взять варвар, но я в рот наоборот каноны и продажную эстетику, а потому главным челиком, который убьет лорда-фокусника, дворф с вполне высоким ростом 179 сантиметров. Последний квест. Четырнадцатый. Герои обколоты снарягой и баблом во всех местах и даже там. Ныне они должны выслушать последнее наставление их мастера-сенсея. Теперь, когда вы нашли душевный меч, вы должны ввернуться в барактор и оформить лорду-чародею хорошенький побьюн. Император в пути на битву с врагом, и если чародей поднимет на бой своей армии, то пукиша вдохнете уже не вы, а весь мир. Справедливости ради скажу, что последнее задание достаточно челленджевое, так как нас закидывают обильным количеством мяса. Героям надо мало того, что не сдохнуть и достать чародея, но и сделать так, чтобы удар смертельный нанес именно гном-гномыч. Вечер добрый, джентльмена. А я сидел за изнасилование. Ох, эльфу не повезло. Я вам, кстати, не сказал про достаточно странное правило в Бомжеквесте. Если во время своего хода герой зашел в комнату с врагом, то из этой комнаты во время этого хода он выйти не может. Почему? По кочану. В итоге эльфу чудовища начали устраивать лютый гэнгбэн, который с каждым толчком лишал его сил. Художники, требую, чтобы вы намутили с данным сюжетом Рулл-34 и залили на зеленый сайт. Остальные герои, конечно, попытались вмешаться, но и им прилетело знатно. Даже Карлан чуть копыта не откинул от лютой серии атак по его физиономии. Но благо Грунге таки смог устроить акт превозмогания и спустил лорду-чародею его чародейские шинки. Правда, после смерти чародея ничего не произошло. Ни одобряющего сообщения, ни награды в золоте. Героям просто осталось молча пройти весь путь обратно до выхода из подземелья, где также ничего не было. Не показали титры, не поздравили с завершением финального квеста. Даже простое спасибо никто не сказал. Я, конечно, уверен, что это очередное проявление легкой халтурки, но на самом деле так даже лучше. Героический квест является собой яркий пример игры по Вахе, в которой ее минусы создают то самое постмодерническое чувство отсутствия фантазийной благородности и осознания высокой цели, которая присуща мейнсталимным произведениям. Разрабы всего лишь хотели сделать игру по некой новой вселенной, а в итоге создали идеальный, депрессивный и горький продукт, где игроки могут примерить на себе шкуру никому не нужных и убогих ноунеймов с дефолтными именами, которые заняты поистине неблагодарным трудом. Четыре фантазийных бомжа. О них никто не помнит, никто не знает, а главное всем на них насрать, даже несмотря на то, что они являются героями самой первой в мире видеоигры по вселенной Пархамер. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»